Всем привет, с вами Владимир Здоров и журнал МОТО А еще Циклов 650, первый предсерийный мотоцикл, который привезли в Россию И благодаря нашей огромной стране мы сейчас находимся в Сочи, на юге И можем прямо сейчас, зимой, прямо под Новый год сделать для вас это видео и тест Собственно говоря, что дают? Дают компанию Zongshin, так глобально, в общем-то, на европейском рынке Это Zongshin, тоже 650-й, под аббревиатурой RX он продается у нас И там под аббревиатурой SR, но в сути дела не меняет По большому счету один и тот же мотоцикл Двигатель здесь разработан в тесном сотрудничестве с компанией Norton Конкретно этот моторчик компания Norton делала для модели Norton Atlas И там этот моторчик выдавал аж 84 сила А двигатель у нас, напоминаю, рядная двоечка, два цилиндра, 650 кубиков И в варианте для нашего циклона она выдает почти 71 лошадиную силу На 8,5 тысячах оборотов в минуту И все это разбавляется адским крутящим моментом 62 ньютон-метра на 7 тысячах оборотов в минуту То есть моторчик дефорсировали, причем изрядно И если вы думаете, что это максимально возможное обрезание То таки нет, как сказали бы наши израильские друзья Потому что есть еще такой мотоцикл, как Мотомарине Где там живет такой же двигатель, но где его кастрировали аж до 60 сил Так что у нас не так уж все и плохо А еще это первый мотоцикл, по крайней мере в моей практике серийный У которого стоит камера передняя и задняя прямо сразу за воду И прямо сразу она у вас пишет картинку и спереди, и сзади Все это запишивается на носитель И, в общем-то, в теории, да и на практике Вы можете носитель снять с мотоцикла и изучить Что вам хотелось бы изучить Но, конечно, не дай бог, чтобы такая опция пригодилась А что у нас, в общем-то, на выходе? На выходе у нас компания Зонгшин Который, так, если вы вдруг не знали, 40 лет исполнилось в прошлом году Это часть огромного концерна QJ И это, естественно, миллионы сотрудников, дилеров, связей Все, как и положено сейчас в современном Китае И еще масса моделей классом пониже Более кубатурных моделей пока нет Но я уверен, что это вопрос ближайшего времени И скоро они точно так же появятся Что по подвесочке? По подвесочке у нас спереди классический перевертыш А с регулировкой гидравлики отбоя Сзади у нас живет моноамортизатор Тоже с регулировкой гидравлики отбоя И с преднатягом Классика жанра Что не по классике для кроссовера Это то, что у нас переднее колесо не 19, а 17 То есть у нас 17 морда и 17 хвост Причем уже прямо с завода здесь стоит Pirelli Angel GT Очень и очень неплохие шины Которые даже вот сейчас в зимнем Сочи Там при температуре 10 градусов Прекрасно работают, прогреваются И да, как сейчас и положено на китайских мотоциклах Все это на бескамерке С датчиками давления и температурой шины Все это видно на приборной панели Кстати, вот той самой приборной панели Большая, яркая, легко читаемая Ну, разве что кроме тех самых давлений в шине, которые она показывает Хотелось бы их четкими и яркими увидеть Несколько режимов вариантов оформления приборной панели А в темноте она сама переключается в тоннелях При свете дня возвращается в исходное положение И можно также через приложение задружить ее с вашим Либо андроидом, либо айфоном И наслаждаться таким же образом через телефон А в моделях, которые пойдут серийно В феврале, марте Уже текущего, следующего, точнее сказать, 24-го года Возможно будет круиз-контроль Но, как любят говорят некоторые блогеры, это не точно Информация пока не стопроцентно гарантирована По электронике, соответственно, помимо возможного круиз-контроля Здесь есть безусловный АБС Причем не просто хороший АБС А в Бошевске последнего поколения Так называемый угловой АБС Который учитывает положение мотоцикла при торможении при наклоне Ветровое стекло здесь с электроприводом Единственный момент, конечно, хотелось бы, чтобы ход этого самого привода был побольше То есть буквально 30 мм весь ход Может быть 40 И под мой 1,93 м Этого маловато А вот для моего коллеги Дениса Панферова У которого рост 1,75 м Верхнее положение как раз прекрасно подходит То есть по поводу, кстати, роста и веса габаритных показателей Высота по седлу здесь 820 мм И это, в принципе, дает вам возможность почти в любом формате на этом мотоцикле ездить Но, как в старом добром анекдоте, есть нюанс Нюанс заключается в том, что мотоцикл в снаряженном состоянии весит 245 кг Это очень и очень серьезная цифра И даже если мы из нее вычтем 20-литровый бензобак То все равно получится немало При всех этих килограммах клиренс заявленный 165 мм Что, в общем-то, немного А ход подвески, как обычно, наши китайские друзья нам не рассказали И ни в каких источниках его нет По ощущениям, 150-160 мм максимум Классический кроссовер Обратная сторона этого хода подвески Что на асфальте мотоцикл очень и очень неплохо рулится Управляется И, в общем-то, по большому счету Давайте будем честными Положим руку на кошелек возможного покупателя Вряд ли, отдав почти 900 тысяч рублей А именно столько этот мотоцикл будет стоить Без боковых кофров, в которых будут являться опции Ну, наверное, вряд ли вы поедете мучить его на бездорожье Если только вы не журналист Ну, конечно, просто жалко Кстати говоря, маслофильтр расположен прямо вот спереди на картере Благо, с завода идет уже заводская стальная защита Что хорошо Сам, в общем-то, мотоцикл у нас, как это и водится, сделан из старой доброй чугунины Ну, то есть у нас рама стальная Классический у нас маятник двухсторонний Вся светодиодная оптика, это уже у нас сейчас стандарт По геометрии хотелось бы, конечно, треугольных части для высокого человека Чуть побольше, но, с другой стороны, для более стандартного роста здесь будет удобно Само сидение удобно и для водителя, и для пассажира Места много По динамике Максимальная заявленная скорость заводская 180 км в час И, наверное, так оно и есть Но комфортной я бы назвал скоростью 120-130, почему? Потому что после этих значений, во-первых, динамика набора скорости ухудшается И, во-вторых, приходят они Вибрации Достаточно такие заметные, неприятные Оседают они на руководителях руля, на подножках Жить, конечно, с ними можно Но вот если чуть-чуть сбросить, буквально 130 Знаете, такой своего рода ограничитель своего заводской То вообще все становится великолепно Компьютер при этом показывает, а здесь есть компьютер Средний расход топлива 5,5 литров Что при 20-литровом бензобаке гарантированно вам дает проехать 300 плюс километров при любых раскладах Что, опять же таки, удобно По поводу комплектации с боковыми кофрами Точной цифры не могу сказать Но, видимо, кофры будут где-то в районе 35 литров в каждой И это все добавит еще 1050-60 к цене Это будет ясно уже весной текущего года По управляемости чудо, конечно же, не случилось Мотоцикл достаточно инертный, тяжелый Ну, в общем, за что вы хотели при такой снаряженной массе Это нормально Зато здесь стоит у нас радиальный J-Juan На передних, собственно говоря, дисках тормозных Это у нас дочка Brembo Тормозят хорошо, эффективно Сзади у нас не так все весело Но, в общем-то, стандартный у нас там диск один живет И там, в общем-то, усилий тормозных тоже вполне себе хватает Опять-таки напоминаю, что все это работает в комбинации с бошевской АБС угловой Поэтому, в общем-то, здесь, ну, не должно быть никаких претензий Что я вижу тебе в качестве конкурентов этого мотоцикла, да? Ну, формально это у нас Versus 650 И по дизайну он несколько с ним перекликается Однако практически нет Потому что 650 и Versus при прочих равных Сейчас будет стоить, я думаю, 1600-1700 дороже как минимум И плюс вам привезут его в серую А вот из действительно близких конкурентов Это у нас QG650 Тест, который вы уже можете посмотреть у нас на канале Причем QG650 во многом схож по философии и по рабочему объему Но он легче, хоть и не намного И мощнее, хоть тоже и не намного Ну, они по философии разные То есть, если QG650 такой более резкий, быстрый и дерзкий То наш циклон, он, несмотря на такое грозное название Более спокойный, плавный, комфортный То есть, те, кому нужен больше комфорт и миротворенность Наверное, все-таки это больше история про циклон Опять же-таки, на QG ветровое стекло регулируется ручками А здесь, соответственно, электроприводом Причем, как можно избавиться от недостатка того, что ход относительно маленький Да, можно сюда прикрепить прищепку И тогда уже с прищепкой в верхнем положении он будет прикрывать необходимости Уже таких высоких райдеров вроде меня По зеркалам картинка понятная, ясная Ничто нигде не вибрирует В них все видно Что касается базы База здесь, как и полагается, таким левиафаном Большая 1450 мм Что, собственно говоря, и обеспечивает Такую инертную, но спокойную управляемость С другой стороны, уже с завода подвески настроены Хорошо Что-либо в них крутить, менять Я бы никоим образом не стал То есть, и с водителем, и с пассажиром А я вожу с собой нашего оператора Здесь все хорошо То есть, прямо вот, молодцы китайцы Здесь вопросов никаких нет Что хотелось бы добавить Ну, наверняка это будет уже и с завода предлагаться Хотелось бы добавить защиту радиатора Потому что сейчас он совершенно беззащитен Точно так же хотелось бы добавить небольшой хагер Для удлинения переднего крыла Чтобы еще меньше туда грязи летело Хотя, в принципе, уже с завода все сделано неплохо Не очень мне нравится, что резонатор выпуска ничем не защищен С одной стороны, с другой стороны, нечего лезть туда Где на этом мотоцикле будет сложно и тяжело Ну и, само собой, по всем современным меркам Здесь у нас уже евро пять И даже висит абсорбер большой, который собирает Все нечистоты, которыми этот мотоцикл может загрязнить нашу прекрасную планету Я к чему все это веду? К тому, что будь мотоцикл моим Я сейчас буду опять говорить вещи, которые, ну, не надо, наверное, говорить Я бы выкинул абсорбер Я бы отвез мотоцикл специально обученным людям Мы бы убрали экологию Раздушили бы еще силенок 5-7 Напоминаю, что варианты Нортен Атлас здесь вообще 84 То есть, теоретически, его, наверное, можно даже к 84 силам вернуть Выкинул бы очень много железа на хвосте С моей точки зрения ненужного И килограммов бы, наверное, 15-20 с этой серии бы выкинул И, соответственно, сил бы 10 бы отжал наверх И вот тогда бы это уже был совершенно другой мотоцикл С одной стороны С другой стороны, у меня, наверное, профдеформации Себе я слабо представляю человека, который отдал 900 тысяч рублей И потом занимается этим с кроссовером Все-таки это у нас не стритфайтер, да, не супербайк Не спортбайк Так что, наверное, это все больше гипотетические изыскания Но в теории сделать это возможно И будет, в сути, это относительно недорого А вот поведение мотоцикла изменится радикально Кстати говоря, как и максимальную скорость Это, соответственно, из того, что прямо бы очень хотелось А если посмотреть с другой стороны Любителям комфорта и сиборита Наверняка не будет хватать центральной подставки Без нее прямо им будет жить тяжело На мой взгляд, вещь абсолютно ненужная С другой стороны, она защищает тот самый резонатор на бездорожье Можно ли сюда поставить центральную подставку? Не могу вам сказать Вот для нее крепления я не увидел Но, наверное, если очень захотеть То, наверное, можно ее и поставить Руль у нас, кстати говоря, регулируется по углу наклона И на рычаге сцепления, и на рычаге тормоза Есть еще более тонкая регулировка, да, ближе дальше Для того, чтобы под ваши пальчики построить Опять-таки, с завода меня устроило положение обоих рычагов В общем-то, молодцы Естественно, китайцы себе не изменяют И некоторые элементы, оформленные под карбон Вызывают уже улыбку То есть те же зеркала у нас а-ля карбон Там накладка на глушители И вот здесь накладочки на ветровом стекле Пора бы вам уже, наши восточные друзья От этих карбоновых иллюзий избавиться Не нужны они всему миру И вызывают только улыбку Но это детали Детали А если резюмировать, то мотоцикл по дизайну однозначно стильный, симпатичный Да, здесь есть цитирование много кого и чего Но а как вы хотели, куда сейчас без цитирования Да, тяжеловат, да, чего-то бы еще побольше хотелось в плане опции Но вы знаете, в этом мире всегда чего-то хочется больше Сейчас ценовые политики совсем изменились, да, ввиду текущих реалий И в этом формате вот сейчас такого объема китайцы будут стоить столько А дальше вы уже для себя должны решить и понять, что вам больше нравится Если вы хотите, например, QG650 Вы должны на нем поездить И, например, сравнить его с нашим циклоном Вариант Либо вы везете в серый, например, все тот же V-Strom 650 Либо Vers 650 Либо NC-750 Хотя вообще недоразумение там 50 с небольшим сил На мой взгляд, это прям совсем не мотоцикл Но тем не менее Переплачиваете в два раза больше И, соответственно, получаете на выходе точно такой же мотоцикл Но без гарантии и в два раза дороже Надо оно вам или нет, решайте сами Естественно, пока мы не знаем ничего про ресурс, про надежность и так далее Но поверьте мне Вот те несчастные несколько дней, что мотоцикл у нас находится Мы его насилуем по полной программе Он крутится в звон Он ездит в пределах Для чего? Для того, чтобы вы могли понимать Как это в дальнейшем будет жить в обычной эксплуатации Если вдруг кому интересно, по поводу заднего колеса Мотоцикл может ехать на заднем колесе Но и делает это он крайне неохотно С первой передачи Как бы визжит и орет Говорит, ну зачем, ну для чего Я вообще не про это Но если очень хочется, то можно Соответственно, если у вас есть стандарские навыки То дальше вы подоконите вторую, третью А вот что вам на это скажет моторчик Я не знаю Я не знаю, как здесь маслонасос работает При таких углах наклона Поэтому может включиться и не самая приятная история Поэтому для картинки на первую можно сделать Но я бы не акцентировал на это, так скажем, внимание Что мне не понравилось по мелочам То, что проверка масла у нас не типичная окошко классическая А щуп, который расположен возле педали тормоза Внизу неудобно Хотелось бы, конечно, более спокойной и легкой проверки масла Ну вот, как есть И, наверное, на текущий момент Это все, что вам нужно знать про циклоны 650 Очень надеюсь, что на серийном мотоцикле появится что-нибудь Чего у нас на предсерийном нет И о чем я сейчас, например, не могу говорить Потому что нет у меня достовенной информации Будет этот девайс электронный или нет И, наверное, больше мне бы и ничего не хотелось Разве что ценовую политику все-таки чуть-чуть снизить Для того, чтобы, например, цена с QG650 была сопоставима Чтобы было проще выбирать Ну и два радара, конечно, вперед-назад Точнее, две камеры, прошу меня прощения Не радары, которые пишут все и вся Для кого-то это огромный плюс А для кого-то это может оказаться и большим минусом Вот теперь действительно все С вами был Владимир Здоров и журнал МОТО Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok